Музыка Следующего нашего героя признали самым популярным писателем Франции и одним из самых читаемых авторов в мире. Это Бернард Вербер. Литературные критики от него воротят нос. А вот читатели просто обожают. Поклонники каждый год с нетерпением ждут выхода нового его романа и тиражи его книг раскупают в кратчайшие сроки. Российским фанатам повезло. Вербер стал специальным гостем первого фестиваля современной литературы в парке Сокольники. Мы встретились с ним и поговорили не только о том, над чем он сейчас работает, но и о том, почему в Википедии написано, что он убежденный холостяк. Бернард Вербер родился 18 сентября 1961 года в Тулузе. Первый рассказ «Приключения блохи» написал в 7 лет. В лицее придумал сценарии для комиксов. В университете изучал право, но вскоре сменил специализацию. Окончил высшую журналистскую школу в Париже. Первый роман Муравье переписывал 18 раз. Книги «Мы боги», «Третье человечество», «Звездная бабочка» не раз занимали верхние строчки в списках мировых бестселлеров. Мы знаем о том, что каждый свой роман вы традиционно приурочиваете к своему дню рождения и, соответственно, выпускаете раз в год. Это правда? Да, это верно. Мне просто необходима какая-то регулярность. Я чувствую себя беременной женщиной. Вынашиваю книгу 9 месяцев. И к сентябре я должен обязательно родить, чтобы провести традиционную встречу с читателями, не показать им роман. Последний роман, о котором мы слышали, это «Добро пожаловать в рай». Насколько это действительно последняя ваша книга? «Добро пожаловать в рай» – это пьеса театральная. Это было такое занятие для развлечения. А полноценный роман выйдет в следующем году. И он будет посвящен снам, которые мы видим. В вашей трилогии «Мы боги» один из героев создает свою планету, а потом ее оставляет. И у вас вообще, мне кажется, это одна из таких тем, которые становятся такой, можно сказать, лейтмотивом вашего творчества – такое оставленная земля, прощание с землей. Когда мы неим, мы закончим становиться слабыми, потому что мы хотим двигаться, и мы не можем двигаться. Я считаю, что в жизни есть выбор из трех вариантов – сражаться, раздражаться, бояться, но при этом оставаться на месте или бежать. Когда мы сражаемся, мы в какой-то момент натыкаемся на более сильного противника. Когда мы раздражаемся и злимся, мы в конце концов заболеваем, потому что нам нужно что-то сделать, а мы не можем этого сделать. И мне кажется, что самый здоровый путь – это как раз бежать, искать, где можно начать все с нуля, создать из пустоты новый мир. Это распространенный способ. Люди так колонизировали Европу, Азию, и также была открыта Америка. И то же самое с земли. Человек полетел на Луну. То есть, я думаю, что если мы не сможем договориться с землей, если мы ее разрушим, или если нас будет слишком много, мы должны будем построить Ноев Ковчег и уехать в какое-то новое место, чтобы там создать новое человечество. А правда, что у вас одно время дома даже был свой маленький муравейник? Или большой? Да, чтобы хорошо писать о муравьях, я подумал, что нужно за ними понаблюдать вблизи. У меня было 1200 муравьев, шесть королев, они воевали между собой. Я не вмешивался, наблюдал за ними, пытался понять, что там у них происходит. Возможно, так и Бог наблюдает за нами. А может быть, он просто большой ребенок? Скажите, а насекомые для вас это некий образец отношений со своей планетой? Конечно, земля, она живая. Насекомые на ее поверхности живут уже 120 миллионов лет. А человек всего-навсего 7 миллионов. Насекомые создают свои сообщества, города. Им удался опыт какой-то коллективной солидарности. Мне кажется, нам нужно учиться этой солидарности. У вас очень сильные женские героини в ваших романах. И женщина всегда такая... Знаете, она такая почти что русская женщина, которая... Есть такое стихотворение у нас, что она коня на скаку у нас остановит, в горящую избу войдет. Они продолжательницы рода. Вообще очень сильные героини. С чем это связано? Это всегда очень интересно для писателя залезть в чужую шкуру, создать женский образ. Мне посчастливилось в жизни, я встречал потрясающих женщин, которые вдохновили меня на создание женских персонажей. Одна из них – это моя мама. Все-таки не могу не спросить вас об этом, потому что, ну как, вы так хорошо чувствуете женщин, и при этом везде написано, что вы убежденный холостяк. Вам хватает женщин в романах ваших? Ну, то, что я холостяк, что я не женат, вовсе не означает, что у меня нет и никогда не было серьезных отношений. Я считаю, что роль женщины – воспитывать мужчину. Я вдохновлялся очень многими женщинами. И, по сути, я не женюсь именно для того, чтобы своим читателям предлагать все время разные женские персонажи. Чтобы не писать все время про одну и ту же? Да, именно. Писатели, которые живут долго с одной женщиной, они все время описывают одну и ту же героиню.